Tekken. Сколько эмоций и воспоминаний в этом слое. На сегодня в жанре файтингов существует так много разнообразных и уникальных игр, что аж глаза разбегаются во что бы поиграть. Однако так было не всегда. Вернёмся в 1975 год и посетим Северную Америку. В США в середине 70-х годов в продажу начали поступать игровые консоли в таком виде, в каком мы их знаем сейчас. Это были понги. Уже игрой в теннис никого не удивишь, но всего каких-то 40 лет назад это была самая удивительная вещь на планете, в Америке. Понги играли все. Дети, взрослые, чёрные, белые, зелёные, жёлтые. Простая игра на двоих, а способна улечь и по сей день. Кстати говоря, на волне популярности понгов, на другом конце мира, нигде как в Японии, своя индустрия развлечений шла семимильными шагами. Завезённые из океана игрушки так понравились японцам, что те просто взяли и начали делать свои... игры. Намка была одной из таких компаний. Она стала известна благодаря таким играм, как Пакман, Галага. Но мы её в первую очередь знаем из-за Текена. На волне популярности сиговского Virtua Fighter, Анамка решила сделать ход коню. Текен вообще изначально не планировался как файтинг. Гим-дизайнеры тестировали анимацию на 3D моделях с наложением текстур. Похожим способом на свет появились гоночки Ridge Racer. Где-то в тот период времени намка попросила помощи в разработке Усеги, которая уже имела опыт с подобными рода играми. Текены вообще думали сделать похожим на Virtua Fighter, что в итоге и получилось. Изначально проект разрывался под System 11, которая в Соджерис была на базе ранней PlayStation. Поэтому перенос игр с аркад на приставке был простым и быстрым. Вот спустя игра появилась на Sony и всё завертелось по-лихому. Завязка игры всем давно известна. Но давайте всё-таки вспомним, может кто забыл. И Хачи Мишима, глава мегакорпорации Мишима Заебацу, устраивает турнир железного кулака, в котором победитель получит 1 миллион долларов и возможность стать главой этой самой корпорации. Представьте, как если бы гендиректор Сбербанка устроил бы то же самое. На протяжении всей серии игр рассказывается о историях о трёх поколениях отцов и детей, у которых в крови есть гель демона, и, будучи несогласны в этом вопросе друг с другом, они постоянно конфликтуют, из-за чего происходят все стычки между персонажами. А все остальные бойцы так для массовки. По крайней мере, это утверждает Касхиро Харада в одном из своих интервью. Тело движения в играх серии разнятся от персонажа к персонажу, и осветить всё за раз не особо-то просто, поэтому сегодня мы сосредоточимся на главном герое игре, Казу и Мишим, а об остальных поговорим в другой раз. Легенда гласит, что Хихачи воспитательных целей сбросил своего пятилетнего сына с горы, думая, что тот заберётся обратно и пройдёт испытание силы воли. Таким образом, он будет достоин занять место отца в роли главы корпорации. Но злой Хихачи Казуи выживает, но раздирает себе пузо в хлам, попутно пробудив себе ген того самого демона. 21 год спустя, приходит время турнира, мстящий сын рвётся в бой. Победив всех соперников и пройдя финал на битву с отцом, он вместе со своей злобой и силой демона одерживает веру Хихачи. И что вы думаете? Сбрасывает его с горы, став таким образом главой корпорации Мишима. А другого и не дано. Обычно в файтингах гнётся линия одного персонажа, и считается, что он победил, вне зависимости от остальных бойцов. Конечно, если брать во внимание какой-нибудь режим истории в гильдии, или где, выходя на несколько рутов, можно прийти к различным концам, но это уже в другой раз. Помимо двух Мишим, в игре есть ещё 14 персонажей, у каждого из которых свои притоги по вступлению в турнир, но по большому счёту всё складывается к поиску лёгкой наживы, или мести, как в случае с козуей. Гипплей в игре простой и понятный. С трелкой и током мы двигаемся в разные стороны, и четыре кнопки справа – это наши руки и ноги. Чтобы выполнить удар, мы проводим по крестовине, или зажимаем одно из направлений, и жмём одну из кнопок наших конечностей. Чтобы сделать захват, мы просто жмём две какие-то кнопки и смотрим, что получится. Чтобы поставить блок, мы жмём «назад» или «вниз назад». На поверхности всё так и работает, и этого достаточно, чтобы начать играть. Однако есть множество ухищрений и уловок, и с каждой новой игрой в серии их становится всё больше и больше. Со временем в серии ничего практически не изменилось. На курки стали добавлять различные захваты, приёмы и комбинации клавиш, которые трудно сделать просто. Одним нажатием. А на стики... А на стики... Да то же самое, что и на курки. Другой момент, который не имеет объяснения в игре – это камера. Казалось бы, что тут такого. И таки да, с ней всё в порядке. Однако, если нажать на селект во время боя, ракурс изменится. К виду сверху, и если нажать ещё раз, изменится к виду снизу. Бои от этого более зрелищными не становятся, и практической пользы от этого нет. Интересная фича, но не оправдала ожиданий. Я всегда любил музыку на Сонике. Электроника 90-х, сай-фай техно в даун-темпе, с зачастными ритмами, на пяти пианинох. Это да... Что это за мотив играет при выборе персонажа? Какая-то японская игра. Стрелялка. Вроде на Сегу. Голоса персонажей тоже доставляют, увядаются в память, похлеще чего-либо. Тво! Графически игра не самая плохая, но сегодня первый Текен выглядит бедно. У персонажей проблемы, причём у некоторых серьёзные. Стоит всего лишь на них взглянуть, и всё сразу станет понятно. Игра чуть-чуть да маленькая не попадает на дно так называемой Зловещей Долины. Как ни крути, а тогда не все 3D-игры пестрили хорошей картинкой. И это было вполне понятно. Технологии только-только трогались по новой тропе. Несмотря на все огрехи, которые без лупы видны с 2015-го, Текене всегда были интересны и запоминающиеся локации. Однако одна вещь мне всегда не давала покоя. Почему? Если Хач устроил турнир в Японии, мы дерёмся по всему миру, там, в США, в Европе, на Северном полюсе. Ответ хранится в самой сути игры. В том, что делает Текен, Текеном. Безумие происходящего. Роботы сражаются с медведями, сумоисты, самураями. Кто с кем, кто как попало. Некоторые личности заметят, что это полная наркомания. Да, это обычная японская игра. Возьмите какого-нибудь Чуаники и сравните с Текеном. И ведь это то, за что его у нас так любят. Да и почему не любить-то? Куча интересных персонажей, простое понятное управление, бодрые драчки на двоих. Кстати, об интересных фактах. Все знают или должны догадываться, что большая часть, если не все персонажи в игре, списаны с реальных бойцов или стереотипов, чем по меньшей мере Текен знаменит. Если смотреть глубже и шире, то все файдинги, по своей сути, это пародии на уже существующие единоборства отдельных бойцов или течений. Ой, это Брюс Ли, Лей, это Джеки Чан, Кинг это Рестлер в игровой маске, Поле это Ван Дамм, ну и так далее. Ну и самое очевидное, козуя, это Рю из Стритфайтера. Только без курточки. В Железном Кулаке отродясь не было Хадукина в каких-то фаербол. Однако некоторые приемы из Стритфайтера все же есть, такие как Чурюкин и Тецумаки Синкукяку. Это крутилка на нолик. Открывать новых персонажей тоже как никогда занятно. Одна из тех игр, которая ввела моду водить секретных бойцов. На протяжении всей серии суть практически не меняется. У нас есть основные бойцы, и у каждого из них есть по своему боссу, которые по сути дела являются калькой из другого персонажа с парой новых фишечек. Вспоминаем 8 одинаковых ниндз из Мартал Комбата. Итого у нас 15 персонажей, каждый из которых хочет стать победителем Железного Кулака. Давайте попробуем на скидку всех назвать. Козуя, Ло, Поль, Кинг, Нина, тоже 5. Кто там? Ванг, Мишель, Анна, Армор Кинг, Кума, Джак, Пиджак, Гора... Э, не Тайгра. Еще три. Еще три. Кто? Кого забыл, кого потерял. Ганрю, тупой сумоист. Еще два. За кого я не играю? А, Кунемицу, Йошимицу. Ну, не забыли ли мы кого-то? Кого-то важного, того, кто все устроил? Хач! У финального главаря другие условия по открытию. Необходимо пройти аркадный режим за 5,5 минут, без продолжений, уложившись в одном беспроигрышном порыве. Что не так уж и сложно. Однако, если ты не умеешь играть, всегда есть опции, в которых можно настроить время и уровень сложности. Однако, если ты вообще не умеешь играть, ну, прям как я, то придется учить комбы. А вы в курсе, что если пройти галгу при запуске игры, вам дадут Дэвил Казую? Однако, в отличие от обычной галаги, здесь определенные условия. Необходимо убить всех врагов на 8 уровнях до единого. Вроде бы все не так сложно, да и с виду просто, пока сам не попробуешь. Это настоящий хардкор, при том, что сам Дэвил ничем от Казую не отличается. Фиолетовый рестлер в черных трусах. Хорошо знакомые с игрой граждан не поспешат отметить, что Tekken это абсурдная пародия внешне, но глубокий файтинг внутри. Игровая пресса оценила игру хорошо, а вместе со стартом японской приставки принесла компании Namco миллионные тиражи по всему миру. Сегодня, 20 лет спустя, мы можем в полной мере оценить, как сильно и насколько далеко продвинулась серия. Благодаря успеху Соньки в нашей стране, сообщество Tekken существует не первый год, хотя в последнее время никакой движухи нет. В интернетах есть целые ресурсы и порталы, посвященные детальной информации по всему франчайзу. Однако сегодня мы принимаем это все как данность. Вроде интереса, давайте заценим напоследок аркадную версию игры. По идее, она ничем не отличается от консольной, кроме того, что там в конце нет мультиков, и персонажей имеют анимацию. Это была первая серия передачи Tekken Time, целью которой стоит развить русскоязычное сообщество Tekken. В будущих выпусках мы рассмотрим остальные игры серии, и будет много всего по Tekken, поэтому оставайтесь на связи. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Покажите друзьям это видео, быть может они захотят поиграть в Tekken, и мне в итоге будет с кем поиграть.